Да, Антон, добрый вечер. Откуда знаете, что это я? Да, дело в том, что у меня телефон Ингаря. Меня Любовь зовут. Привет. Я бывшая гражданская жена. Три года назад расстались. Но его сестра позвонила, попросила. Но я ему звонила. Не могла дозвониться. Мы с ним общались. Так, подожди, подожди. Давай вопросы буду задавать. Хорошо. Короткие вопросы, короткие ответы. Когда последний раз с ним общались? Я лично общалась 11 июля вечером. 12 он мне прислал в 7 утра. Просто вот открыточку. С добрым утром. Все. Мы с ним последний раз 13 числа. Во вторник примерно в 13 по Москве общались. Так, что это было? Просто общались. Я ему посоветовал куда-нибудь слинять на время. Он сказал, что подумает. Попросил денежку. Я ему перечислил. И после этого... 13-го именно. Да, именно 13-го. Я ему перечислил и все. И он больше не выходил на связь. Телефоны отключены. Телефон был дома. То есть дома было все. Включен свет, компьютер. Вот. Как будто он был дома и вот вышел на минутку. То есть такое ощущение, что в торопях. Как бы выскочил. И ничего не повыключал. Но странно. Как-то. Единственное, что вода у рыбок поменяла. Я так поняла, что она еще не мутная за неделю. И цветы принесены на улицу. Подожди. Телефоны его все на месте или только один? Один. Ну, я так понял. Смотри, как он обычно поступает. Когда кто-то к нему приходит, он тут же с телефоном выходит, снимает на телефоны. Кто пришел, разговаривает с ними? Ну, он мог снимать только на этот телефон. На Samsung. Я не знаю, сколько у него телефонов. Я знаю, что у него не было телефонов. У него забирали. Я ему один свой старый отдавал. Он вообще такой наладом дышал. Ну, то есть тот телефон, на который он снимал, остался дома, да? Да. Основной его телефон, по которому он общался. А вот сейчас вы звоните. Какой номер? Это МТС или Билайн? 909-400 какой-то. Это Билайн, его старый телефон. А новый МТС. Вот я не знаю, он им активно пользовался или нет. Ну, получается, кот там что, долго не кормленный, да? Да, неделю. Ну, понимаешь, хоть бы как бы кто-то... Я-то думала, ну, мало ли что может быть. Сестру отправляла посмотреть. Она говорит, замок на воротах, на калитке висит. Соседи тоже просила. После того, как соседи сходили, посмотрели, что замок висит, я пошла тогда в полицию. Это в пятницу, где-то было, в Ростове. И написала заявление. Это вечером уже. О чем заявление? Что? О чем заявление? Ну, о том, что человек пропал. Спрошу их найти. Когда это было? В пятницу вечером. Ничего, до сих пор никакой реакции? Никто не звонил? Вообще никакой реакции. А мне потом спрашивают в Балутске. Люба говорит, а ты номер взяла? Я что, должна была номер какой-то еще брать? Ну, говорит, конечно, номер заявление. Должно быть, я сказать, ничего же не сказали. Мне надо будет опять ТВ снять, какой там номер. Они сказали, будут какие-то новости, вам позвоним. И никто не звонил? Нет. А ты номер телефона оставила свой? Конечно. И свой оставила Татьяна, сестры Ингаря. Этот адрес психушки где находится? В Ростове-на-Дону? Адрес какой-нибудь, не помнишь? Что вы имеете в виду? Где отделение полиции? Нет, адрес психушки. Понятия не имею. Но есть психушка в Ковалевке. Про нее я слышала. Это под Ростовом. Его куда возили? В Ростов? Я понятия не имею, куда его возили. Его приглашали. Написано было, Пушкинская 9, в суд предоставить справку. Это обследование у психиатра. Насколько я помню, в Ростове-на-Дону какой-то там трассы, тракт или шоссе, куда-то туда его возили. Один или два номера. Он говорил об этом вам? Да. Мне он же ничего не рассказывал, понимаете? Я вообще ничего не знала. Пока мне сестра уже стояла, когда в полиции в очереди, три часа стояла, ждала, когда мне примут. Уже с чистого упрямства стояла до последнего. Потому что там некому даже принимать эти заявления от населения. Значит, смотри, на него там пытались сфабриковать уголовное дело по статье 282, по-моему. Точно не помню. Типа это какое-то разжигание межнациональной розни. Межнациональной розни? Да. Вообще он абсолютно не националист, чтобы он там что-то разжигал. Ну, дай мне договориться. Там какие-то три видео, типа, якобы он разместил ВКонтакте. И в рамках этого уголовного дела, хотя там он доказал ему, что там максимум месяц, что ли, может быть, статус подозреваемого. А все эти сроки вышли. Ну, то есть, у них уголовное дело явно сфабриковано. И в рамках этого уголовного дела ему пытались назначить медицинскую экспертизу. И даже возили его. Его из дома забирали какие-то полицейские и возили его в психушку. Привезли, его там оставили. Он там поговорил, и все, они сказали, свободен. И он потом самостоятельно до дома добирался. То есть, полицейские уехали. То есть, его... Когда он был в этой психушке? Примерно месяц назад, может, полтора. Боже. Вот. А потом его опять начали заваливать всякими, даже не повестками, а, как сказать, какими-то бумажками, ксерокопиями просто. Что, типа, вы обязаны явиться, там, ксерокопиями на росписи и все такое. То есть, это, ну, явно, что какой-то... Это психическое давление уже шло. Да, да, да. Ну, вот раз он сейчас пропал, я предполагаю, что, скорее всего, он в психушке находится. Так, психушке, да? У меня одна из моих этих клиенток, когда эта квартира женщина, она работает в психиатрической клинике. Может, у нее знать эти адреса, где могут быть люди? Не только адреса, ты еще спроси у нее конкретно, может она узнать, там он находится или нет? Конечно. Я завтра с утра же ей позвоню. Потому что, по всем срокам, уже прошло 6 дней. Скорее всего, как его туда помещают, там, буквально через 2, максимум 3 дня, назначают суд о принудительном лечении. И, скорее всего, такой суд уже прошел. То есть, сейчас вся надежда на апелляцию. Пока еще можно подать апелляцию, ну, по законам РФ. На апелляцию дается 10 дней максимум. Кто бы там даже не знает, что он там сидит. Понимаете? Как можно подавать апелляцию, если человека принудительно держат это психическое заведение? Да, вообще страшно. Ну, у меня, я же прошел через это, меня также прокручивали через психушку. Также незаконно поместили, присудили безсрочное принудительное лечение. Не кололи, не пичкали, но до апелляции удерживали 62 дня. А по апелляции я вышел. Так это мне адвоката нанимать, искать кого-то? Адвоката мне предоставил уполномоченный по правам человека, хмао, безоплатного. Но, как тебе сказать, трудов она очень мало приложила к тому, чтобы я вышел. Любовь, я с твоего разрешения хочу разместить наш разговор с тобой у себя на YouTube-канале, чтобы все знали, чтобы общественность подняла, чтобы поднимали уполномоченным по правам человека в Ростове, требовали организации с ним свидания. Ну, конечно. Я согласна, чтобы как-то прояснили, где это вообще дело. За что, почему и на каком основании человека помещают в психиатрическую больницу, если нет показаний. Надо поднимать общественность, надо поднимать уполномоченным правам человека, добиваться, чтобы ему разрешили свидания, звонки, чтобы разрешили передать ему доверенность, чтобы главврач доверил доверенность, и по этой доверенности надо его оттуда вытаскивать через апелляцию. То есть, доверенность на предоставление его интересов, да? Да. Понятно. Так, я всегда на связи, звони в любое время, сейчас наш с тобой разговор для всех. Хорошо. Я посмотрю, Игорь, ваш контакт, да перепишу себе, чтобы с собой телефон уже не звонить, а с собой позвонить. Так, тебе можно на этот телефон звонить, да? Это телефон Ингоря. Я просто его взяла к себе. У меня другой номер. Я тебе его, по-моему, в скайпе написала. 8-928-105-11-34. Добро, добро. Так, ну не знаю, что. Дом, наверное, надо закрыть, свет по выключать, кота забрать с собой. Ну, смотри сама там, как уже. Ну, да, я думала, что не трогаю пока никого. Думаю, может, он сегодня-завтра вернется. Если это дело затянется, конечно, надо и кота забирать, и рыбок определять куда-то, чтобы они не сдохли. Понятно. Добро, добро. Так, значит, подожди, 13-го ты с ним разговаривала, он был дома, веселым. Где он был? Да, он был дома 13-го числа в 13-е МСК. 13-е, да? А у меня по WhatsApp-у, получается, что он на связи 12-го июля, только последний раз, пока я появлялся в WhatsApp-е. Ну, я тебе говорю, он хотел куда-то поехать. Он планировал куда-то поехать, где-то, ну, как сказать, вынужденное путешествие, чтобы его никто не доставал. Отсидеться. Может, он поехал? Ну, компьютер бы выключил, свет бы выключил, и кота бы куда-нибудь пристроил, правильно? Ну, кот был на улице, но тем не менее. Он хотя бы как-то мне предупредил бы, сказал бы моей сестре, которая веселым живет, что хоть присмотреть это зачем-то. Ну, так дело в том, что он бы и меня предупредил, и еще нескольких людей, а эти все люди мне звонят, где Игорь, понимаешь? Потому что такого, говорят, никогда не было. Он всегда предупреждал и был на связи. Да, скорее всего, его забрали. Потому что мне такое ощущение было, что действительно, знаешь, вот она ванна была наполнена, он купаться собирался, наверное. В чужом ванну не спустил. Он такой, набрал, видимо, искупаться не успел. Ну, такое ощущение, что вот ты здесь, и все, через пять минут ты срочно выскочил куда-то. Еще и телефон остался. Основной телефон, которым он пользовался. Давай разговор не будем затягивать, я сейчас размещу для всех, и, скорее всего, тебе кто-то будет звонить, или соратников. Ну, и мне звонить в любое время. Понятно. Ладно, хорошо. Добро пожаловать. Все, спокойной ночи. Давай, счастливо. Антон, привет. Да. Я тебя разбудил, что ли? Да, говори. Так. Говори, ну, ты записываешь мой разговор? Да, пишу. Ты смотрел вчерашние мои ролики, нет? Нет, что там у тебя. Ну, я опять в бегах. То есть, меня вчера пытались определить в дурку через суд. Привезли утром повестку. В 7 утра даже. В 7 утра еще не было. Участковый приперся. Направили меня в суд в Ростов. Ну, повестка тоже поддельная. Ну, подписанная судьей. То есть, там моя фамилия неверно написана. Адреса нет. Уголовного дела номера нет. Ну, в общем, посмотри. Три моих последних ролика. Там, в принципе, все объяснено. То есть, ну, можешь и этот разговор мой опубликовать. То есть, я сейчас в бегах. Я не дома нахожусь. Надо было мне тебе вчера позвонить. Ну, вчера как-то я резко сорвался, рванулся. А вот только сегодня утром проснулся. Думаю, надо тебе позвонить, сообщить. Так, телефон включен. Тебе можно звонить? Телефон у меня включен. Звони без проблем. Я не про себя, я про других. Не понял. Люди могут тебе звонить на телефоны? Конечно, могут. А что же не могут? Ну, тут я в таком месте нахожусь. Тут связь не очень хорошая. Ватсап непонятно работает. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Алло. Тут место такое, что связь не очень хорошая. Это опять Игель. Звонить без проблем. Пускай звонят. То есть, я как... Ну, вот... Ты меня слышишь? Нет, что-то прерывается опять. Слышу, слышу. Ну, вот такая фигня. То есть, я не знаю, сколько я буду находиться в бегах, но несколько дней это точно. Пока деньги есть. То есть, я ни у кого ничего не просил. Пенсию получил, собрал ее, поехал. Но долго ее хватит, не знаю. Вот такая вот фигня. То есть, глянь, мои последние три ролика, там, в общем-то, все ясно рассказано. Есть возможность, опубликуй. Пускай люди с твоего канала видят. Ты меня слышишь? Да, да, да. Так, прошу всех помочь, Игорю. У тебя, получается, в рамках уголовного дела, да, опять же, пытаются это... Нет, это самое, конечно, не в рамках уголовного дела, его нету, оно закрыто. Оно закрыто по той простой причине, что я до сих пор подозреваемый. Подозреваемым можно быть только 10 дней. Это просто сфабриковано. Я так понимаю, прокуратуру сфабриковала. Потому что они подали в Багаевский суд на мои ролики, чтобы их признали экстремистскими, потому что их же никто не признал. Экспертиза там у них фуговая. То есть, это уже началось... Ну, ФСБ начало давить на меня через прокуратуру Ростовской области. То есть, у самих ФСБшников, ну, нет чегов. Все, уголовное дело закрыто, его нету, в принципе. Но если я попаду в суд, то суда меня просто увезут в дурку, и все. Спрашивать не будут. Потому что, ну, почитай вот эту повестку, там, ну, вообще об осыщении. То есть, такое впечатление, что писал первоклассник. И с ошибками, и неграмотно, и фамилия неверная. Ну, в общем, ну, пипец. А где она есть? На видео видно? На видео видно, да, я вывел на экран повестку, все видно. Ну, три последних видео, посмотри, там, два видео с участковым, как он два раза ко мне приходил. И первое видео по повестку я сфоткал, показал, объяснил, рассказал, все. То есть, по-моему, я даже тебе скидывал, я не помню, в скайпе ты, по-моему, в скайп последнее время редко заходишь. Игорь, все это, столько дел, столько трудов вообще, по-моему, со всех сторон. Так, я же тебя понимаю, я же тоже не просто так скрываюсь, да? Так, давай размещу тогда вот эти аудио для всех. Нет проблем, я не возражаю. Все, давай, держись, периодически отзванивайся. Ну, естественно, то есть, у нас с тобой как бы связь отлажена, то есть, я тебе буду сообщать, если мало ли чего-то где-то, но сегодня тут меня люди будут ждать, будем писать заявление, составлять уголовное заявление на, про этого, на судью и на, там, Феофанова, судья такая, и участковый, фамилия не помню, сейчас я его, ну, увидишь в этом, в ролике там, там. Представляется. Можешь их даже тоже переснять и публиковать, потому что твой канал тоже многие смотрят. Просмотри, подумай о варианте вытащить батарейку, сим-карту из телефона и обернуть каждый предмет в фольгу. Я так делал, когда мне дверь скрыли в квартиру, я на полгода уехал. Понятно, то есть, если фольгу заворачиваются, они тебя не отслеживают, так я понимаю, да? Да, сигнал не проходит. Понятно, ну, наверное, ты правильно говоришь, сейчас я в шоколадке найду какую-нибудь фольгу оберну весь телефонный. В любой магазин зайди, фольга в рулоне, там, рублей 40-50 стоит. Понятно. Я понял тебя, ну, я так и сделаю, ну, буду звонить, опять прервалось. Здесь, здесь я. Здесь? Ну, кто-то, кто-то, видно, рвется, какие-то пипиканьи идут. Ну, звонят тебе народ, давай тоже с ними пообщаться. Ну, может быть, звонят, может быть, просто что-то пришло на WhatsApp, потому что... Ну, здесь связь, я тебе говорю, связь какая-то плохая. Ну, я тебя понял, Антон, в общем, давай, периодически я буду тебе отзваниваться, сообщать, как, чего и что, ну, чтобы ты в курсе был, потому что у нас с тобой же эти отношения налажены. Слышишь меня? Да, добро. Давай, держись, не падай духом. Хорошо, давай, давай, ты падай, ну, куда же мне падать, давай. Спасибо тебе за помощь. Давай. И всем остальным также, спасибо. Давай, удачи. Благодарствую. Антон, привет, Игорь. Здорово. Как дела? Нормально. Нормально, жив, здоров, все нормально, не трогают. Да и меня-то что, ты сам-то как? Да, я сам, ну, вот, сидим, вернее, напечатали заявление в следственный комитет на уголовку судью, завтра опубликую его, ну, и, скорее всего, в понедельник где-нибудь домой трону. Ты на этого, на полицейского, запомни, вот этот, пришел к тебе в погонах, ты должен на видео озвучить его фамилиями отчества, звание, должность, номер нагрудного знака и удостоверение прочитать вслух. У тебя этого нет на видео? Нет, ну, Антон, нету, сейчас уже это не исправишь, что же делаешь? Так это не исправишь, у тебя каждый раз так, я тебе каждый раз это говорю, и ты каждый раз говоришь, что в следующий раз, в следующий раз, и в следующий раз то же самое. Да нет, ну, почему? Обычно я у них всегда спрашиваю, но тут что-то вылетело из головы, я всегда у ментов спрашиваю, все, удостоверение, номера. Слушай, да слушай, так вот тебе на этого мента, который к тебе приходил с повесткой, нужно написать сообщение о совершенном преступлении о повышении должностных полномочий. Кому писать? Их начальнику, или следствию? С прокуратурой? Я как бы... А что смысл в прокуратуре? Я в следственный комитет пишу, и на него одновременно. Не надо одновременно, это отдельное сообщение должно быть. Ну, хорошо, завтра, значит, с отдельным сообщением напишем. Да. Я тебя понял. Он, по сути, служебный подлог сделал, потому что он должен был тебе вручить оригинал, собственно, наручно подписанный. Совершенно верно, я же ему так и сказал, где оригинал. Превышение должно быть в полномочии, служебный подлог, вот это все указываешь, и на него это сообщение о совершенном преступлении в прокуратуру, чтобы его там так затаскали, чтобы он больше к тебе не приходил. Я понял тебя, сделаю, ну, надо было вчера сказать, а почему нет. Ну, ладно, я тебя понял, сделаю обязательно. Ага. Все. Все, давай, спасибо тебе. Давай. Давай, удачи. Да, Игорь. Антон, добрый день. Как дела, чем занимаешься? Нормально. Монтируй. Не отвлекаете, монтируй. Слушай, ну, я просто тебе хотел сказать, поздно меня эта мысль посетила проверить на сайте суда заседание. Я проверил, там не было никакого заседания, ничего не было назначено. Повешка принесена какая-то липлая. То есть я сейчас еду домой, не пойму, зачем было это сделано. Может быть, с целью обрезать меня, все, приеду вот домой, а там все пообрезано. Запросто? Ну, вот такая фигня. То есть я как бы не догадался проверить изначально. Проверил, а там нету ничего. Вообще ничего нет. Фамилия такая есть. Он в суде, но заседаний на этот день вообще ни одного нет. Вот такая вот седня. Ладно, Антон, давай, я тебе сообщил. В общем, приеду домой, по обстановке я тебе отзвоню в штатке. Ну, добро, давай. Что-то случилось, давай. Антон, ну все нормально, свет есть, вода есть, газ есть, все есть. Но пока я ехал участковый, звонил ко мне пять раз, трубку я не брал, отвечать ему, не отвечать. Не знаю, у тебя запись звонков работает? Да, работает. Ну, значит, они тебя ищут зачем-то. Понятно, так что мне, отвечать, не отвечать или к нему позвонить, что делать? Я бы на том месте куда-нибудь уехал бы временно. Да я бы приехал тут пять минут назад, куда я временно уехал. Ладно, давай, буду думать, давай. Ну, желательно, думай, не дома, а в другом месте. Ну, приедут, заберут, потом тебя вызволять из психушки, блин, замучаемся. Да никуда они ни в какую психушку не взяли. Я тебе паспорт в ТРФ нет уже, правильно? Нет, ничего у меня нет. Ну, они, по-моему, просто тебя откошмарят, да и все. Понятно. Ну, так что мне с этим участвором, позвонить к нему, не позвонить или ответить? Ну, не позвонить, сам позвонить. Ну, ладно, все, давай. Давай. Иван, Ась. Игорь, ну, разговаривал я с участковым, кричит, что приехали ФСБшники, хотят с вами встретиться. Я говорю, я с вами встречаться. Не намерен, как вам вручить повестку, я говорю, никак. Я в Ростове, именно на этом, в принципе. Если разговор закончился, я им сказал, что разговаривать я с вами не буду, так как у вас нет ни полномочий, ничего нету, гуляйте. Но я думаю, что они вычисляют меня быстро, что тут кто-то подглядывает за мной. Им докладывают, когда я поезжаюсь. Ну, так я тебе о том же. По путешествиям временно. Есть куда поехать? Да есть куда поехать, денег нету, Антон. Я и так уже проездил почти всю пенсию. Домой пришел. Подожди, давайте скину. Ну, если так сказать, в долг будущих нет проблем скидывать. Только на эту карточку, которая работает. Та не работает, потому что паспорт, я же отказался, его сняли с учета, а у них связь и карту эту, видишь, заблокировали. Я потом это делал, я узнал это. Ну, Игорь, подожди, этот номер, ты про какую карту говоришь, Сбер или ВТБ? Сбер, Сбер. Скинь мне в WhatsApp, я не знаю, где, заново номер, сейчас ты перекину. Ну, я себе в скайпе скидывал эту серость. Ну, там уже убежало все, ты можешь заново скинуть? Могу, но я не сейчас, я иду сейчас в магазин, кот голодный орет, пять дней не ел, надо. Добро, тогда не парься, сам найду, сейчас я тебе перекину денежку. Давай. Давай. Алло. Антон, привет, Игорь. Привет, сейчас занят, я тебя там поотправил, позже перезвоню. Да, ты занят, не можешь поговорить. Я к ним поотправил, это получай, перезвони потом. Я понял тебя, просто тут события валятся одно за одним. Ну, ладно, давай, освободися, взять. Добро, давай. Да, Антон. Чего где там? Так, ну, че, то, что звонил участковый, я тебе рассказывал. Да. Пришла еще бумага, письмо такое обычное, от этих отцов и сбрасников. Пишут, что уголовное дело возбуждено, все правильное, действующее законодательство, норм, не обнаружено, что они что-то нарушат. И третье, звонили, как дама представила, секретарь следственного комитета, сказала, что вы приглашаетесь на 14 часов в следственный комитет города Ростова-Новест. Вот я тебе это и хотел сказать больше. Больше, как бы, остальное все же было. Записи звонков скидывай мне. Хорошо, хорошо. Денежку получил? Антон, ну, я, если послал, я думаю, что получил, я еще не ходил, честно тебе говорю, потому что у нас сейчас такая жара, я считаю, ой, часов до пяти-шести вечера просто сижу дома, что сейчас на улице за сорок идет, мама не горюй. Поэтому после, как меня в том году ударил солнечный удар, ну, я не рискую ходить, лучше посижу дома, часов пять пойдем, часов пять пойдем. Заразка это вообще пипец. У вас такой не бывает, это точно. Не, ну, бывает, но очень редко. Ну, вот все, что я тебе хотел сказать, я тебе сказал больше. Нового ничего не произошло, сейчас еще хочу ужасно поговорить, что он. Скажет. Ты не разговариваешь? Ты же, получается, с Виктором Богдановым, да, связывался? А с кем? Виктор Богданов? Не знаю такого. Правовед из-под Питера. Нет, не связывался. Ну, он тебе еще говорил, типа, давай документы, а ты ему рассказывал, рассказывал, а он тебе говорит, давай документы. Не, Антон, ты, наверное, работаешь, это я по таким делам все разговариваю. Он, как бы, юрист грамотный, очень грамотный. Он такие вещи мне говорит, что я напишу один раз в ФСГ, они и тухнут сразу. Ну, понимаешь, какой уголовный уголок. С февраля месяца я хожу в этих подозреваемых. Согласно ОПК только 10 минут, и, знаешь, 10 дней дальше все закрывается. Они все, блядь. Кем ты консультируешь? Подозреваемые. Нет, кем ты консультируешься, как его зовут? Можешь мне его контакт скинуть? Да нет проблем, скайп могу скинуть. Могу телефон скинуть. Ну, пожалуйста. Давай, скину. Ага. Хорошо. Так что скинуть, телефон или скайп или то, и то? И то, и то. Хорошо, я тебя понял, скину. Сейчас в ближайшие полчаса мы иду скину. Давай, давай, Антон, спасибо тебе. Давай, держите, держи в курсе, отзвонимся. Мне сказали, что ты, главное, в руки не давайся. Сиди дома под замками, но я везде замки повесил, снаружи, что у меня дома нет. Сам, если что, через забор ползаю. Есть у меня дотки. То есть мне сказали, что потерпи еще пару месяцев, пока все это закроется. Потому что там тоже у них сроки. Докуратура подбивать должна. Мне об этом сообщать должны мы, естественно, никто ничего не сообщает. Поэтому хрень вот такая. Доброго, давай. Давай, давай. Кричанников я знать не обязан. Давайте, кто вам передал поддельную повестку? Поддельную повестку? Поддельную повестку. Откуда вы знаете, что она поддельная? И вы что, еще раз повторяю. Я не эксперт, что просто пираться поддельная. Да? Ну, проверяется очень просто. Заходится на сайт суда. Набирается фамилия. И там повестки. Набирается заседание, время. Там все указано. На сайте суда. Заседание. У вас прохождение... Какая разница? Какая разница? В смысле какая? Заседание, но... Это не заседание. Да что вы говорите? Это не заседание. Да что вы говорите? То есть я читать не умею, получается? Ну, получается, что так. Ну, ладно. Короче, на вас возбуждается уголовное дело. А там уже. Хорошо. Сколько лет? Что, сколько лет? Блин. Я... Не я ж даю-то. Ну... Вы понимаете, что вообще я офицер Советского Союза запаса? Вам показать военный билет? Хорошо. Я свою родину не предавал. А вы ее предали. Хорошо. Какую родину? Я в России родился. Вы родились на территории Советского Союза. Родился на территории Российской Федерации. Российская Федерация. 67-я статья Конституции. Изучайте. Континентальный шельф и морское дно. Ваши полномочия. Не знаете такой статьи? Вы все сказали. Нет, не все сказал. Я родился на территории Российской Федерации. Я вам еще раз повторяю. 67-я статья Конституции. Вы обязаны выполнять? Я начинаю. Конституцию вы обязаны выполнять? Обязан соблюдать ваши правила. Вы ее признаете, Конституцию? Я? Да. Признаю. Вот 67-я статья, пункт 1, по-моему. Хорошо. Ваши полномочия находятся на континентальном шельфе и морском дне. Хорошо. Мне там людей защищать? Если они там есть, защищайте. Меня-то вы не защищаете. Вы мне подлянки строите. Приносите? Да. Я лично ничего не... Во-первых, вы мне принесли копию. Вы знаете, что отдается в руки не копия, а оригинал. Вы это знаете, нет? Или вам... Приносите копию. Ну, отдали. Я вам говорил, отдайте начальнику эту копию назад и посоветуйте ее... Я вторую отдал. Вы посоветуйте употребить ее по назначению. Я второй гликар отдал. Вы что, не знаете, что копии человеку не получают? Я об этом первый раз говорю. Ладно, суть не в этом. Что вы хотели сейчас? Я поинтересоваться хотел, как съездить? Нормально съездил. Я вам повторяю еще раз. Заседания не было никакого. Назначено, в принципе. Повестку вы мне принесли поддельную. Против вас я написал заявление в Следственный комитет. Вас это устраивает? Вполне. Ну, ради бога, лишь бы вас это устраивает. Счастливо. До свидания. До свидания.